Благотворительный фонд Радость Таких историй, как у Ангелины, случается немало. Она рано потеряла мать, отца лишили родительских прав, в приемной семье отношения не сложились. Ангелина выросла, родила дочь, затем вторую. Мать-одиночку с двумя детьми приютила родная сестра, а потом передумала и выставила на улицу с вещами, без объявления войны. История Нинавану для ее участников стала почти трагедией. По жизни так все и происходит, что больше помогают, наоборот, незнакомые люди, чем родные. Я вся в слезах, не знаю, что делать. Прибежала в отдел семьи, сказала, может быть, есть возможность как-то помочь. Сотрудники опеки города Чапаевска визиту Ангелины не удивились. Им постоянно приходится решать проблемы выпускников детских домов. То работы нет, то жить негде. А вот ресурсов для помощи еще недавно почти не было. Знаете, действительно, когда вот в 10-12 году приходили, они приходят, им реально идти некуда. Хоть забирай к себе домой и пусть там живет, потому что некуда. Сами понимаете, интернат отчислил, ребенок все, уже не интернат. Здравствуйте. 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 Можно к вам? Конечно. Вы нас ждете? Конечно. Хорошо. Помочь таким, как Ангелина, теперь в Чапаевске могут в течение часа. В 2012 году благотворительный фонд «Радость» купил в городе две благоустроенные квартиры, которые стали социальной гостиницей. Фонд создавался для помощи детям-сиротам, и это был один из первых его проектов. Чтобы понять, что нужно детям-сиротам, которые в детских домах находятся, мы объехали все детские дома, все территории. Мы пообщались с руководителем службы опеки, и стали понятны вот те проблемы, которые государство на тот момент не решало. Это постинтернатное сопровождение детей-сирот. Сотрудничество власти с серьезными благотворительными организациями эффективно. Часто процедурные моменты не позволяют чиновникам оказать помощь тогда, когда ее больше всего ждут. За четыре года в социальной гостинице «Чапаевска» нашли приют уже более 20 детей. Благодаря этому кто-то не пошел по кривой дорожке. Ольге крыша над головой помогла не оставить сиротой своего ребенка, а еще понять, что быть мамой – счастье. Ты уже просыпаешься, знаешь, для чего ты просыпаешься. То, что ее надо покормить, одеть, обуть, искупать, поиграть с ней, выйти на улицу, погулять. Ей все интересно, она будет задавать вопросы, первые шаги, первые слова. Мои вот коллеги со всех других территорий, они где-то завидуют нам белой завистью, что у нас есть такой центр социализации, как мы его называем, радость. Не зря мы ее называем радость, тоже по имени благотворительного фонда, по названию, потому что эта гостиница действительно приносит радость. Потом в армию, или потом можно на другую профессию пойти. На другую профессию. То есть у тебя сейчас какая-то? У меня сейчас газоэлектросварщик. Ну, а еще какую хочешь? На свету пойду. На автомеханику? Да, на автомеханику. Да, можно. Сегодня уже ни для кого не секрет, что выпускники детского дома беспомощны в самостоятельной жизни. Покинув стены интерната, они уверены, что необходимое будет, как и раньше, появляться на волшебном блюдечке. Они не умеют ни заработать на пельмени, ни просто сварить их. Они наивно ждут от государства положенные им квартиры и не имеют ни малейшего представления, где и как оплачивать коммунальные услуги. В 16 лет они просто попадают на другую планету, безо всяких навыков выживания в новых условиях. И это становится проблемой сотрудников опеки. Эти социальные гостиницы как бы у нас являются и тренинговыми квартирами, где нам не нужно где-то искать площади, подстраиваться под графиком этих учреждений, чтобы тренинговый зал был там свободен или еще что-то. Потом, когда выпускники заканчивают профессиональные учреждения, то есть они приходят в середине лета, куда вот их заселить до решения какого-то вопроса, совершенно некуда. То есть мы спокойно пошли и заселили их, ну и осуществляем контроль за их проживанием. Очень удобно. Содержать жилье и финансировать проект непросто. Аналогичные формы сотрудничества существовали и на территории других районов области. Но именно в Чапаевске удается не только сохранить, но и развивать постинтернатное сопровождение. В 2015 году это стало возможным благодаря гранту, полученному от правительства области. Когда есть результат, конечно, ты получаешь новый заряд энергии, конечно, хочется продолжать проект. Поэтому мы, начиная с 2011 года, все время как-то стараемся изыскать средства на развитие, на продолжение этого проекта. Стараемся придумать какие-то новые формы, более эффективные работы с этими детьми. Вот что получается, это радует. Не все истории, связанные с радостью, радостные. Дети все разные, не каждого удается уберечь от беды. Но каждого из них директор фонда «Радость» Светлана Полдамасова знает лично. И тем более дорога любая история с добрым концом. Вот как Дашина, например. Скитания девочки начались в 16 лет. Не кушать у меня ни еды не было, считай, ни денег не было. Вот я жила в поселке у знакомых, вот у моего мамы знакомых. Там иногда бывало, что я вообще голодала, не было такого. Ну и у меня ребенка не было старшего, он в приюте находился. А я жила там, печку топить надо было. Иногда они не топили, холодно было. Я всегда замерзала. Своего первого ребенка девушка совсем была оставила государству. Но на ее пути встретились сотрудники опеки, и дорожка привела в социальную гостиницу «Радость». Теперь у Даши двое детей, и она готовится переехать в собственную квартиру. У меня какая-то черная полоса была вообще по жизни. После как вот я в комитет сходила, мне вот с квартиры, у меня вот с этой квартиры, как я начала здесь жить, у меня белая полоса сразу пошла. Во всем мне повезло. Я на бирже стояла, мне деньги платили. Я могла себе вот купить холодильник, купила машинку, телевизор купила. Сейчас крыша над головой есть. Мне больше ничего не надо. У меня покушать есть, крыша над головой есть. Меня никто не выгоняет, все хорошо. Это самое главное, я об этом всегда мечтала. Грантовые средства рано или поздно заканчиваются. А в помощи дети-сироты будут нуждаться еще долго. Система детских домов, к счастью, становится более открытой. И теперь многие понимают, что помощь должна быть в первую очередь полезной. Наши спонсоры начинают понимать, что не только конфеты, игрушки нужны в детские дома, а нужны такие проекты, которые помогают детям реализовать себя в жизни. Это такие проекты, как, допустим, репетиторство, то есть подготовка детей к сдаче единого государственного экзамена. Существуют такие проекты, развиваются сейчас. Проект наставничества. Это когда взрослые, состоявшиеся люди помогают детям-сиротам реализовать себя в жизни. Поэтому мы теперь не одни. До свидания. Приезжайте. Приедем. Приедем. Да, у этих ребят полный набор прав и обязанностей. Но, к сожалению, совсем не такой, как хотелось бы набор возможностей и способностей. Им надо помочь не попасть в беду. Иначе чего стоят те силы и время, которые мы тратим на детишек в детском доме? Нельзя, чтобы неприязнь, с которой их встречает большой мир, погасила в бывшем малыше то хорошее, что в нем пытались заложить. Их учили радоваться. Теперь надо научить жить. Творить благо может каждый из нас. Не скупитесь на добрые слова, на улыбку, хороший поступок. Хотите добра? Творите его. Вы можете отправить СМС на номер 3443 со словом «Радость» и суммой перевода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...